Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас пиде. Выглядит она немножко странно. Мне больше нравится, как мама дома готовит. Но я подумала, чем заморачиваться готовить, лучше закажу. Но заказанная оказалась не настолько крутая, как сделанная дома. Но тоже неплохо, надо сначала попробовать. Дальше у нас лахмаджун. Это турецкая кухня. Я взяла с сыром. Мне больше нравится с сыром. И давайте приступим. Сначала откроем напиток. Сегодня, девочки, я проснулась, и мне приснился какой-то очень странный сон. И мне он, кстати, часто снится. Один и тот же сон мне постоянно снится. Сон связан с тем, что я не получила диплом, а сижу, снимаю мукбанки. Мне надо сдать какой-то экзамен на диплом. И, типа, девчонки мне говорят, надо нанимать репетиторов. Надо готовиться к этому экзамену. Если не будешь готовиться, то этот экзамен не сдашь. Мне постоянно снится этот сон. Просыпаюсь и сама себе думаю, как же хорошо, что все это закончилось. Не знаю, как у вас. У меня, когда были экзамены, я переживала такой стресс. Для меня это было вообще... Катерка. В тот период в нашем универе не было такого понятия, как вторая попытка. Когда мы уже заканчивали этот универ, там появилась вторая попытка. То есть, если ты с первого раза не сдал экзамен, то ты можешь зайти на этот экзамен через месяц, хорошо подготовившись, и сдать его еще раз. Когда мучились, такого не было. И получается, если ты переволновался, что-то произошло, застрял в лифте, не смог переехать, не сдал экзамен. Тебе надо было платить кругленькую сумму, где-то 200 долларов. А для нас в то время 200 долларов это была очень большая сумма. А то и больше. А потом в следующий триместр сидеть еще дополнительно на этом экзамене, на этом предмете. Еще раз заново его проходить, а потом сдавать. Посидеть на уроке было несложно, но самое сложное заплатить эту сумму, сказать родителям, что я срезалась. Поэтому это был невероятный просто стресс. Каждый экзамен. Причем еще моя привычка все оставлять на последний день. То есть можно было подготовиться к экзамену за два, за три месяца. Но я предпочитала все оставлять на последний день. Или на последние несколько дней. Я даже сейчас, когда выхожу из метро на ИЧАР-ИЧАР, у меня такие неприятные ощущения, вспоминаю эти времена. Когда шла на экзамен, даже если я все выучила, у меня все равно внутри был какой-то стресс, что я что-то смещу, что-то напишу не так. Потому что в то время мы жили небогато. И сказать родителям, что плюс еще к годовой оплате еще надо сколько-то заплатить, потому что я плохо подготовилась к экзамену и пошла срезалась. Для меня было очень сложно. Слава богу, все проходило хорошо. Но все равно, каждый экзамен и каждая сессия, это был невероятный стресс. Ждали результатов. То есть, как получалось, если ты срезаешься, ты уже отстаешь от своей группы. То есть, например, они заходят на один предмет, а ты идешь на свой срез. То есть, на тот предмет, который ты завалил. И цена за этот предмет зависела от того, сколько человек не сдали экзамен. То есть, если ты одна из всей группы не сдала этот экзамен, получается, нужно платить учителю зарплату, помещение. Все-все складывается. И получается, что за не сданный экзамен ты должна заплатить больше. А если вся группа не сдала, то ты там платишь небольшую сумму, потому что со всех берутся деньги. Сказать, что специально нас как бы срезали, нет. Но было очень много студентов, студенток, которые не сдали экзамен. И уже в четвертом курсе все меньше и меньше студентов было в аудитории, потому что все срезались, все на срезах. Нас это звал срез. Не сданный экзамен, не знаю, как в других местах. Были люди, которым вообще плевать. Когда закончу, тогда я закончу универ. Ничего страшного. На каждый предмет можно было не прийти, по-моему, 7 раз. Если ты не пришел 7 раз, ну, в зависимости от предмета, сколько раз в неделю он. Некоторые предметы можно было 9 раз не прийти. Я в таких вещах очень ответственна, и никогда не было такого, что из-за пропусков меня не допустили к экзаменам. Короче, я вспоминаю эти годы своей жизни, и думаю, блин, га, хорошо, что все это закончилось. И слава богу, моя подруга постоянно мне говорит, что давай поступим в магистратуру, будем учиться и так далее. Я говорю, стопа, никаких учиться больше. Тем более магистратура. Можно отучиться новой профессии. Я недавно узнала, что, оказывается, в Азербайджане, чтобы работать ветеринаром, не надо заканчивать медицинский университет. Там заканчиваешь какие-то курсы. Где-то 2-3 года, что-то вроде колледжа там. Несложно поступить, быстро отучишься и так далее. Я подумала, вот если бы у меня дела бы шли плохо на Ютьюбе, я бы, наверное, захотела бы стать ветеринаром, потому что я очень люблю животных. Тем более поступить туда легко, учиться недолго. Плюс еще это очень прибыльно. У нас вообще слабо это развито. Ветеринаров не так много. А те, которые есть, у них запись прям на неделю вперед. Такие милые котики приходят, я прям не могу. А какие собачки? Кто на прививку? Кто там зубки проверить? Кому-то ноготочки подрезать? Не работа, а просто кайф. Я бы с удовольствием. Мне даже Первана говорит, а что тебе мешает получить второе образование? Потому что у меня жена брата Первана, по-моему, в 35 начала учиться. Нет, наверное, не в 35. Она обидится на меня, если услышит это. Это кто-то стучит. Я не знаю, что он там кувалды. В общем, Первана говорит, если у тебя есть такое желание, почему бы не отучиться? Дополнительное образование, дополнительная профессия. Тебе же не 40. Мне еще даже 30 нету. До 30 я уже отучусь и уже могу где-то работать. Учиться там всего пару лет. Вот я сама себе такая дума. Столько интересных профессий. Главное быть хорошим в своей сфере. Востребованным в своей сфере. Возможно, это сейчас прозвучит как-то высокомерно. Но вот кто-то говорит, блогинг это прибыльно. Блогинг это прибыльно. Они зарабатывают большие бабки. Но, блин, сколько блогеров, у которых небольшая аудитория. И они зарабатывают вообще гроши, по большому счету. Крупные бренды вообще не сотрудничают. Блогинг хорошо, когда у тебя большая аудитория. То же самое и с другими профессиями. Ветеринар тоже хорош, когда у него огромная клиентская база. Вот тогда он зарабатывает. Почему-то все всегда считают наши деньги, как бы деньги блогеров. Но если взять любую сферу, будь ты успешна в любой сфере, одним из лучших, ты тоже будешь зарабатывать очень много. Я ни в коем случае не считаю чужие деньги. Вот ветеринар, которая лечила моего Твиксика. Она умничка. Она реально получает очень хорошо. Минутки свободного времени нет. Поэтому после последних событий у меня прям желание стать ветеринаром. Просто у меня есть YouTube. Я занимаюсь этим. А когда я в свое время стараюсь поделить на 2-3 места, это, как правило, ничем хорошим это не заканчивается. То есть я не умею распределять время. Даже элементарно. У меня два канала. Как только я начинаю больше снимать, например, на бумажный канал, сразу страдает этот. На этом уже становится меньше влогов. Они становятся менее интересными. Поэтому есть люди, которые умеют там, не знаю, распределять свое время, как Бузова, например. Она везде. Мне это не дано. Вкусно очень. Лохмаджон с сыром очень вкусный. И педя. Но все-таки наша домашняя вкуснее. Они, видимо, это делают на тесте, на котором делают пиццу. А у нас специальный рецепт. Рецепт я вам оставлю обязательно на пите. Обалденный получается. Там правда с яйцом, но вы можете просто сверху положить кусочки колбаски. Или что угодно. На этом все, мои хорошие. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok